Здравствуйте! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. И сегодня у вас будет интересное онлайн-гадание на Таро Дюрера, на такую тему «На что человек готов ради вас?» Мы с вами посмотрим шесть позиций по одной карте «На что человек ради вас готов?» Пока выкладываю карты, приглашаю вас на индивидуальные расклады. Цены у меня довольно демократичные, запись идет не на месяцы вперед, сейчас идет запись на 7 марта, 8 я не работаю, поэтому спешите, пишите мне в Viber, WhatsApp, личные сообщения ВКонтакте, также в Директ Инстаграм я обязательно отвечу, сообщу все свои условия консультации и цены, и мы с вами обязательно поработаем. Также приглашаю вас в свою группу ВКонтакте «Диагностика сканирования целителями», там есть все для развития экстрасенсорных способностей. И приглашаю вас в свой Инстаграм, там каждый день есть новое онлайн-гадание, обязательно присоединяйтесь, пишите. Там сегодня уже тоже есть новое онлайн-гадание, имейте это в виду, что вы уже сегодня можете посмотреть карты, да, и понять, какой совет вам дают высшие силы. Также записывайтесь на ритуалы, сейчас активно идут чистки с установкой защиты, естественно, кому надо с откатом, но чаще всего с откатом, конечно, делаю, чтобы уж тот, кто вам вредит, получил как бы свое, да, получается, вот, обратно все то, что вам желал. Вот, и также на ритуалы записывайтесь по избавлению от лишнего веса, от разных зависимостей, для улучшения отношений с человеком с определенным, то есть это гармонизация, это разные, это черные есть ритуалы, конечно, но это только в случае, если это действительно нужно, это покажет диагностика, которую нужно предварительно провести, финансовые ритуалы, ритуалы на здоровье, и также, естественно, заказывайте через мой магазин магических товаров, ссылка под каждым видео есть, в этом магазине вы найдете амулеты, талисманы, которые я заряжаю на любую вашу цель, также заказывайте карты, заказывайте свечные ритуалы, которые вы можете провести самостоятельно с инструкцией, пишите, мы вам обязательно поможем. Если вы закажете консультацию по тета-хиллингу, то у вас будет 50% скидка. Итак, перед вами 6 позиций по одной карте. На что человек готов ради вас? И начнем. Для тех, кто выбрал первую позицию. Тут вышла карта сила, сила преодолевает силу. Но вы знаете, карта сила, она говорит о том, что человек считает себя лидером, в первую очередь. Лидером, и на что он готов ради вас? Да, на очень многое он готов ради вас, этот человек. Он готов бороться, возможно, за эти отношения с кем-то даже, пожалуйста. Или бороться даже с вами, может быть, с вашим каким-то характером, с несовпадением в ваших характерах. Но при этом он готов занимать лидерскую позицию, отвечать за что-то в отношениях, за вас, возможно, в будущем. И ради вас этот человек действительно может очень многое сделать. В том плане, что лидер, он вообще всегда старается для других. Это правда. То есть не только для себя, а еще и для других. Здесь человек находится во власти какого-то личного обаяния, убеждения в своих каких-то догмах. У него есть четкая позиция в жизни. И эта карта, она довольно положительная. Она характеризует положительно человека по отношению к вам. То есть вы, если являетесь для него, даже если вы тоже лидер по натуре, но более слабым звеном, он готов вас защищать. То есть вот это очень важная мысль здесь, что человек ради вас на что готов? Он защищать готов вас и ваши отношения. Это факт. И вот это очень нужно и важно. Поэтому за этого человека держитесь. Он ради вас на очень многое готов. Но что человек готов ради вас? Позиция номер два. А вот здесь вышел Паш Кубков. А Паш Кубков это более нежность такая у человека. Даже может в чем-то быть некоторая инфантильность, я бы так сказала. И Паш Кубков это человек открытый, надежный, чувствительный, но молодой. Он может быть по возрасту немолодой, но при этом у него может быть вот эта некоторая детская инфантильность в душе, какой-то идеализм, мягкость. Это человек щедрый. То есть он ради вас, в принципе, готов потратиться, например. Он ради вас готов проявлять свои чувства, обниматься, целоваться, открывать вам душу, может быть, посвящать стихи, писать вам прекрасные какие-то письма в будущем. Ради вас готов становиться более мягким, более податливым. Ну вот как-то, знаете, больше это именно в сторону каких-то подарков, предложений. Там, не знаю, вот какой-то романтики. Свидания устраивать готов. Драться, будет ли такой человек драться за вас, не знаю. Но то, что он мягкий, такой приятный, он может быть даже с другими, жёсткий, но с вами какой-то мягкий такой. Сразу же, знаете, его сердце становится прям тёплым, когда он вас видит или с вами разговаривает, пусть даже на расстоянии. И вот ради вас он готов именно быть мягким, именно проявлять любовь, внимание, заботу и всё такое прочее. Вот такая позиция номер два. Третья позиция. На что он готов ради вас? Колесница. Поехать куда-то готов, переехать куда-то он точно готов. Причём это могут быть какие-то довольно туманные перспективы. Или вас перевести. Если вы на расстоянии находитесь, очень подходит. То есть человек готов оставить что-то ради вас. Не знаю, родную страну, родной город. Или наоборот вас перевести. То есть это очень много хлопот, документов, понимаете, и так далее. А он готов это ради вас сделать. Какое-то, знаете, как передвижение. То есть это может быть даже в одном городе, если вы живёте, ну как переезд, передвижка, перетаскивание вещей с одного места на другое ради вас. Готов он сделать это. К себе вас перевести или сам переехать. Также карта может, знаете, о чём говорить? О том, что человек ради вас готов совершить какой-то вот серьёзный такой поступок, который меняет его жизнь. То есть поменять свою жизнь в корне. Сделать что-то такое, что, знаете, как даже возврата у него назад не будет. Но ради вас он готов на этот решающий шаг. То есть это может быть даже, если человек женат, он готов развестись, например. Вполне такое может быть. Разведётся и с вами построит семью. А почему нет? Ну вот такая позиция номер три. Четвёртая позиция. На что человек готов ради вас? Восьмёрка булав, восьмёрка жезлов выпала здесь. Ну, эта карта говорит о реализации задуманного в бизнесе в первую очередь. То есть человек готов ради вас работать, зарабатывать, развивать бизнес, развивать дело, искать новую работу, менять деятельность, зарабатывать больше, чем зарабатывал раньше, тоже готов. И для него это важно, чтобы у него была такая вот состоятельность, чтобы вы ни в чём не нуждались. Он ради вас готов покорять новые вершины, лишь бы, лишь бы только вы были обеспечены. Он вас готов обеспечивать. То есть ради вас он готов попу порвать на работе, сутками работать, лишь бы только вы были счастливы с деньгами. Ну, такая позиция номер четыре. Пятая позиция. На что человек готов ради вас? Отшельник. Ну, тут скорее ни на что не готов, либо готов разобраться в себе. Видите, карта вообще показывает только в сомнении истина. И, ну вот, если у вас сейчас действительно какая-то ситуация спорная в отношениях, то он готов разобраться в себе ради этих отношений. Но неизвестно в какую сторону, да. А так вообще отшельник – это карта очень пассивного человека, который ни на что не готов ради других, если честно. Он не всегда ради себя-то готов, а ради других уж тем более. Тут человек больше зацикленный именно на себе, разбирающийся в себе или лежащий на диване, ноги в потолок. Ну, извините, пожалуйста, пятая позиция. Ну, вот так вот пока на сегодняшний день. Человек пассивный и не очень-то готов на что-то ради вас. Либо чувств таких прям нет суперских. Шестая позиция. На что человек готов ради вас? Суд. Суд говорит о том, что каждый творит своей судьбы. Да, тут написано на карте. Человек готов ради вас на большие перемены в жизни, на очень серьёзные перемены. Он готов ради вас на вас жениться. Готов ради вас, возможно, иногда унижаться. То есть не унижаться в плане действительно низости. Допустим, если вы поссорились, расстались, то проявить себя, даже если он не прав. Ой, даже если он прав, вернее, извините, проявить себя к вам первым. Вот на это он в будущем готов. И попуститься какими-то своими желаниями ради вас, понимаете? Или гордыней. Сделать какие-то шаги к вам, несмотря на то, что вы не правы, а он прав, допустим. То есть вполне такое может быть. Вот это первый вариант. И второй вариант – именно как поменять что-то ради вас. В своей жизни настолько, что для него это будет, как вы знаете, новая жизнь даже. Но он согласен на это. Больше всего тут проигрывается вариант, если, допустим, человек ради вас готов был на вас жениться, построить семью. Пусть страшно, пусть тяжело, и долгая притирка, и всё это прочее. Но хотелось бы. Либо, если человек женат, развестись ради вас и построить с вами семью в будущем. Ну, такая позиция номер 6. Тут что-то такое кардинальное. Всем спасибо за внимание. Жду ваших комментариев по данному видео. Приглашаю вас на индивидуальные расклады, на консультации по ясновидению и на ритуалы. Обязательно подписывайтесь на мой канал и нажимайте колокольчик, чтобы все мои видео выходили сразу же у вас. Всем пока!